Здравствуйте! В эфире Хабар-24. Хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Алия Махамбет. Сегодня в выпуске. До трех лет лишения свободы грозит 37-ми рыбным браконьерам из западных регионов страны. На два года может попасть за решетку мошенница из Туркестанской области. Тюрьмой может закончиться для жителя семьи пьяная езда. Казалардинские блюстители порядка смогли предотвратить трагедию. До трех лет лишения свободы грозит 37-ми рыбным браконьерам из западных регионов страны. Полицейские от Ираусской, Мангустаусской и Западно-Казахстанской областей подвели итоги двухмесячной акции Бекре-2023. За это время стражи порядка выявили около 300 фактов нарушений природоохранного законодательства. Изъято почти 65 тонн рыбы. Из них порядка 800 килограммов осетровых пород и более 30 килограммов икры. 126 орудий преступления, 6 плавательных средств. Так, к примеру, 228 килограммов черной рыбы незаконно наловил житель от Ираусской области. И еще 60 тонн обнаружено в грузовиках жителей Западно-Казахстанской области. Цель акции – сохранение биоразнообразия рыб и других водных животных. Период их нереста на территории Урала-Каспийского бассейна. На два года может попасть за решетку мошенница из Туркестанской области. Безработная женщина обманула 8 жителей региона, которым обещала помочь с получением бесплатного жилья от государства. Общий ущерб составил 5 миллионов тенге. В Сарагашский районный отдел полиции поступили заявления от двух потерпевших, которые сообщили, что знакомая выманила у них 400 тысяч тенге. В результате была задержана ранее судимая за мошенничество подозреваемая. Как оказалось, чужие деньги она успела потратить на собственные нужды. Тюрьмой может закончиться для жителя семьи пьяная езда. Пожизненно лишенный водительских прав мужчина колесил по городу, будучи нетрезвым. Чем подверг опасности десятки людей. Правоохранители остановили Toyota Land Cruiser под управлением 35-летнего водителя поздней ночью. При беседе от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Как оказалось, его лишили прав еще 4 года назад. Однако это не мешало ему садиться за руль выпившим. По данному факту началось судебное расследование по статье 346, части 1. Управлением транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящим состоянием алкогольного опьянения. Уголовный кодекс Республики Астан. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Казалардинские блюстители порядка смогли предотвратить трагедию. В одном из водоемов региона едва не утонул студент одного из местных вузов. Парня спасли вовремя подоспевшие на помощь сотрудники местной полицейской службы. Как стало известно, во время объезда территории начальнику отделения Жалагашского районного отдела полиции Ержану Абдраманову и старшему инспектору группы патрульной полиции Ернуру Отешу сообщили, что в канале Северный в населенном пункте Бухарбай-Батыр тонет человек. Они тут же прибыли на место и вытащили тонущего на берег. Выяснилось, что молодой человек упал в воду случайно. Как помочь тонущему человеку? Сразу громко зовите на помощь. Попросите вызвать спасателей и скорую помощь. Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце. Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Случайностей не бывает. Иногда мы недооцениваем значение выражения в нужное время и в нужный час. Будьте внимательны и неравнодушны. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес – kizikshi.bolem.sobako.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова